привет рада всех видеть в сети включение доступно всем привет всем привет ждем пока все подключатся шалом я и всем привет подключаемся всем привет шалом шалом леора шалом всем инга шалом я тоже очень рада эфиру и мы сегодня как раз с вами и поговорим про радость так называемую я живу в городе аждот и у нас эти два дня нас бомбили хуже конечно там с дороду ашкило но их бы бомбили более сильно чем нас варуха шем но чувство не из приятных потому что вчера к примеру я проснулась в мы проснулись в 6 утра все мой муж уехал на работу и и вдруг я слышу сирену которая означает что летит ракета если ты слышишь эту сирену тебе нужно быстро бежать в бомбоубежище и прятаться потому что ты не знаешь куда упадет эта ракета она падает куда хочешь и в дома не дай бог и в общем и это утро малыш еще спит и я слышу это сирена азака я хватаю ребенка он пугается что я его так хватаю бегу баруха шем у нас квартире бомбоубежище бегу в эту комнату одной рукой держу малыша второй закрывают железный навес в общем и вчера весь день просидели в этой комнате бомбоубежище я сюда натащила детские игрушки притащила сюда воды еды на всякий случай в общем было реально страшно первое время потом уже я выглядываю в окно все машины ездят в общем израиль он такой и об этом я хотела поговорить о том что чем отличается израильский менталитет от всех в израиле очень любят и ценят жизнь в израиле реально каждый день мы радуемся ну реально все люди они как-то более отзывчимы ну потому что это наверное из-за того что вот настолько там на нас спускают ракеты и столько не про нас будет сказано чудес всевышний должен делать и показывать нам что мы израиль мы глядя на все вот эти вот казалось бы теракты воины и ракеты мы как-то объединяемся я уверена это же мы не можем сказать вот террористы они ужасные неплохие у них тоже есть какая-то своя цель в этом мире и всевышний он все видит и он если бы он не хотел бы этого он бы этого не допустил значит ашем это для чего-то делает может быть для того чтобы какой-то человек в украине в маленьком городке взял таилим и помолился за мир в израиле и ради этого одного человека ашем делает такое такое может быть мы не знаем шаги для чего это делает ашем да мы не понимаем мы не знаем но посмотрите еврейский народ мы все объединяемся кто-то уже шутит по поводу этих всех терактов вот насколько еврейский народ любит жизнь и кайфует и не боится я бы хотела поговорить о том что о том что радость она должна быть в каждом да и мы много здесь тоже говорим нужно радоваться нужно все делать через радость 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 а где вот найти эту радость да как научиться радоваться вот как я немножко подумала и могу сказать что для того чтобы научиться радоваться нужно во всем попытаться найти радость вот сейчас вечером вот как мы сможем и сейчас тренируемся перед сном мы с ним говорим так что за день произошло хорошего и мы там перечисляем благодарим что произошло хорошего или же вы можете взять себе один день поэкспериментировать возьмите завтра с утра на каждую вещь которая вам кажется не очень радостной войти возьмите найдите в ней радость допустим там не знаю опа не успели на автобус а ладно значит я 15 минут еще подышу там воздухом попробуйте в каждой какой-то вещи что вы что вы даже не думаете что там есть радость найти ее и запишите себе на листочки и вечером выпаду вы можете сказать ой это не вроде сегодня не так много радости было если вы возьмете проанализируйте на самом деле сколько было радости в каждой ситуации и можно найти эту радость это я если честно я когда так проэкспериментировала я была в шоке что на самом деле у нас каждый день очень много радости просто нужно ее искать и видеть во всем как знаете есть такая поговорка в одно окно смотрели два человека один видел видел слякоть грязь дождь а второй видел свежесть запах голубой дождик небеса время попить чай да два человека смотрят на одну и ту же погоду но они берут из этой ситуации намного больше и лучше и я предлагаю нам научиться реально жить с радостью что нам всем мешает быть радостными что вам мешает радоваться своей жизнью ведь каждый ведь наша жизнь состоит из всех этих дней если сегодня ты грустный все ты часть своей жизни потратил на грусть зачем возьми из этого момента возьми себе радость пусть у нас у каждого будет много поводов радоваться радуйте своих любимых радуйте своих родных радуйте друг друга и реально из каждого момента берите радость и я желаю чтобы сейчас каждый возьмите проанализируйте свой день сколько было радости вот у нас даже несмотря на то что ракеты стреляли я такая думаю блин но радости в том что еврейский народ объединяется радость в том что почти все ракеты мимо это чудо это радость в общем это главная цель нашей с вами сегодняшней встречи научиться во всем видеть радость этому нет урок как как мне научиться видеть во всем радость никак не научиться просто видеть просто взять проанализировать а что здесь может быть рад радостного и вот да учиться танцевать под дождем люб просто полюбить жизнь вот поэтому я желаю всем нам полюбить жизнь больше чем грусть полюбить радость больше чем грусть перестать жалеть себя перестать искать во всем плохое и видеть только плохое найдите во всем хорошие просто откройтесь этому миру столько возможностей столько радости вот поэтому я передаю такое вам вдохновение и набирайтесь этих сил набирайтесь радости о сара людмила вот просто набирайтесь и кайфуйте и цените нашу жизнь вот и вот поэтому все сейчас все садимся подытоживаем свой день и пытаемся в этом всем что кажется плохое найти радость я уверена что этого очень много все я вас всех обнимаю всем пока